В Овенкии благополучно завершилась осенняя речная навигация. В этом году задача была особенно сложна. Дождей летом и в начале осени выпало крайне мало. Реки сильно обмелели. В результате доставлять грузы пришлось при критически низком уровне воды. Доходило до того, что в августе суда с продуктами не могли дойти до места назначения и возвращались в Красноярск. Но осенью северян все же удалось обеспечить запасом еды и необходимых товаров. Дерзкий водитель вынудил автоинспекторов устроить гонки на улицах Красноярска. Изначально темная Хонда не остановилась по требованию полицейских и патруль бросился в погоню. Уходя от преследования, водитель грубо нарушал правила. Выезжал навстречу, летел на красный свет, лавировал между машинами. Аварии удалось избежать только чудом. В результате стражам порядка так и не удалось поймать нарушителя. Он скрылся, но сейчас его разыскивают. В одном из лицеев Красноярска два ученика собрали отпугиватель собак и повесили его в школьном дворе. По словам ребят, прибор имеет датчик движения, и когда к нему подходят люди или животные, он издает ультразвуковой сигнал. Людям он совершенно не слышен, а собакам очень неприятен. Изобретатели подчеркнули, что устройство абсолютно безвредно. Аппарат может работать без подзарядки три месяца. В микрорайоне Солнечный в Красноярске заканчивают ремонтировать старый пешеходный виадук. Кроме новых перил, лестниц и пандусов, переход обзавелся еще и крышей из пластика, которая должна защищать людей от дождя. Мнения жителей по этому поводу разделились. Кто-то доволен комфортом, а кто-то считает, что крытый виадук стал похож на длинный мрачный тоннель, в который страшно заходить. Районные власти, правда, обещают, что скоро там появится освещение.